не дадут мне пожить нормально в этой семье 4 часа поспал может заклинание поможет трах тебе дох тебе дох спать хочу доброе утро дорогие друзья это новый крутейший влог меня вчера значит ввели в заблуждение что у меня будет время поспать поспал я всего 4 часа 40 минут но тем менее уже сегодня едем в горы снег и все прочее я знаю вы смотрите это скорее все 31 декабря поэтому с наступающим новым годом мы начинаем этот лог погнали за 15 минут до выезда спаковал все свои вещи но с пакованием чемодана у меня проблем никогда не было я уже когда с чикаго обратно домой летел и чемодан спаковал за два часа до вылета до самого фактического вылета некоторые люди за два часа до вылета в аэропорт приезжают а вот я только начинал паковать чемодан и вроде даже ничего в чикаго не осталось как интересненько получилось едем на 4 неполных дня багажник забит всмятку мы даже когда в сан-диего летом ехали у нас не настолько все было забито и мы ехали на неделю приехали в старбакс угощая родителей кофе становились на полпути так сказать вы гулять анаконду скажем так только вы отъезжаете от поселения все начинается уже дикая америка вот эти все старые ржавые заправки вот посмотрите они в горах дороги делают лучше чем в городе горах дороги просто идеальны короче ключик вам оставляет вот в таком блок боксе с определенным кодом и потом когда вы выселяетесь вы его здесь же оставляйте то есть вы не видите хозяина хозяин не видит вас написали что гаражная дверь сломана сейчас надо найти как его открытия так ладно все четыре не не видите двухэтажный классный но находится прям в глуши в глуши прям далеко от цивилизации а вот я нашел по ходу вот здесь ничего себе вы посмотрите какой раритет и теперь мне нужно вручную как-то его открыть потому что хозяин сказал что не работает дверь сломалась по пароли от банковских карт аккаунты владения документы на дом я насколько понимаю человек здесь живет большую часть времени потому что там еще стоит одна из его машин то есть видно что жилой дома не такой который подготовленный под airbnb давай давай на 1 меньше больше спальных мест идет это главная спальня главный туалет здесь вон вид на соседей у нас в зале есть бильярд посмотрите какие потолки камин красота все дела и здесь тоже ничего так не дом классный посмотрите у него кстати смотрите на вот этой тачке старющая даже без ремни безопасности стоят именные черные номера короче мы вдали от цивилизации вот теперь когда мы отъехали 40 минут от ближайшего населенного пункта здесь просто знаете рандомные домики то здесь какая-то группировка из 10 домиков дальше ближайшие 10 минут ничего там какая-то маленькая деревушка и еще 30 минут до ближайшего населенного пункта поэтому идея с тем чтобы набрать три полных машины еды звучит уже не так плохо конечно я все еще считаю что это очень много на типа три ночи и четыре дня но тем не менее есть надежда что с голода мы не помрем домик конечно просто бомба но есть много непродуманных вещей видно что человек какой-то живет и просто типа когда праздники или есть шанс заработать он просто его выставил ждет пока кто-то его забронирует потому что много вещей которые он оставил ставил свою машину просто есть квартиры которые отдельно под сдачу готовятся а есть те в которых живут и там видно что он типа три полотенца на три спальни оставил ну такого плана есть некоторые непродуманные вещи сломанная гаражная дверь и вот это вот все прочее но в целом дом выглядит огонь а в ту сторону короче Непроходной лес, чуть дальше здесь тоже Такой лесок, идем мишек и снимаем А хозяин-то всего этого дома оказывается русский Смотрите, я говорю это наши, заносить Говорят нет, то есть это стопудов не наши Смотрите, галерея источников номер 4 Подсолнечное масло украинское За 4.59, видимо где-то здесь рядом Тоже есть русский магазин и владелец Джон на самом деле может быть Женей Короче сказали, что Wi-Fi находится в кладовке Мы зашли, а тут вся его одежда Он в общем-то охотник, бинокль, все дела И все вот эти вот чучела животных, головы Которые висят по стенам, это его типа жертвы Тишина, природа, соседей походу нету Я только что посмотрел, из примерно 20 домов Здесь вообще в округе 4 продается, то есть 20% каждый пятый Выставлен на продажу, средняя цена это где-то 300, 350, где-то 400 тысяч долларов Например за такой 300, за такой где-то 400 Если не по праздничной, а при среднерыночной цене Они будут его сдавать каждый второй день То есть мы понимаем, что не все дни у них забито Будем считать, что каждый второй 150 дней да, 150 дней нет Так я думаю примерно в Airbnb это и получается То выходит, чтобы отбить вот этот дом У человека уходит примерно 10 лет Кажется много, но вы подумайте Типа через 10 лет у вас на руках 400 тысяч У вас дом и в целом для многих американцев Это уже достаточно, чтобы типа до конца жизни Особенно в такой глуши Жизнь безбедна Или вообще он у него может быть в кредите И он просто может из денег, которые ему приносят Сдача этого дома Платит за кредит То есть чужие люди гасят за него кредит Отдыхая в его доме А через 10 лет, можно сказать, он получает бесплатный дом Мы решили выйти в город, туда идти 25 минут Он еще об этом не знает Но посмотрим, как живут местные селяне Приезжающий населенный пункт Марклвиль Кстати 911 сделано так, что они договорились со всеми операторами Плюс с определенными выделенными полосами связи Что если вы звоните 911, неважно, есть у вас связь Потому что у некоторых операторов здесь есть связь У некоторых нет Если вы звоните 911, неважно, какой у вас оператор Подключаются полностью все вышки Полностью всех операторов И у вас получается самое типа качественное покрытие Поэтому если вас грезет медведь Скорее всего вас не успеют спасти Но услышат, что вы умираете Смотрите, тут какой-то исторический центр есть Вот так вот выглядит самый густонаселенный пункт здесь Пару домиков и вола Смотрите, какой-то ресторанчик Это все, что здесь есть Ресторан, вон магазин, вон заправка Одна колонка и все Смотрите, у них так почта выглядит Даже оставили, видимо, старую вывеску US Post Office Город маленький, все новости люди узнают здесь Вот от клерка информация Вот от супервайзера Тут всякие комиссии Вот тут вот люди вывешивают Типа, усынови собачку Накорми сестру, дочь, брата Вот посмотрите, но А вот это у них местный Самый большой магазин Это вам не Walmart Это вам не это Вы видите, даже вывеской стоит Seven Up И вот тут вот тоже Все, что происходит в городе Вы можете видеть здесь Вот это у них какое-то 14 января мероприятие будет Вот это вот садик вывеска Вот это вот про какую-то местную школу Магазин реально как в селе Я уже забыл Вот когда Самые крутые товары На отдельных полках лежат Вот здесь у них алкоголь Видите, в отдельном погребе И все по сути Это все Как это единственный магазин В здешнем селе Они там сразу какие-то прописки продают Они продают лицензию на рыбалку То есть То, что вы покупаете В больших городах В отдельных местах Здесь вот продается Кстати, лицензию на рыбалку Я увидел Здесь с наценкой в 10 долларов Принглс везде стоит доллар Или даже порой бывают скидки 75 центов Здесь 3 доллара стоит Принглс То есть почти украинские цены Я вам скажу Почти украинские цены Здесь настолько никто не ездит Такая глушь, что Вон, просто Берите, таскайте металл Перерабатывайте Вон, всякие котелки Вот это вот все стоит денег Это все можно продать И никто не тырит Мы даже уверены, что дома многие открыты Тачки многие оставляют открытыми Потому что Здесь практически каждый друг друга знает Вот мы зашли в магазин И там мужчина Типа, хорошего вечера Типа, продавщица говорит Потом, типа, видит нас Говорит, вам тоже хорошего вечера Типа, все друг друга знают Это мы здесь Затесались Партизаны Вот, Вова наглядно показывает Как легко стырить флаг Он даже не закреплен Просто взял, унес Тем более, такой флаг стоит на долларов 40-50 И пошел домой Пошел домой Я надеюсь, он вернет все обратно И видите, здесь есть, чтобы предохраняться от медведя Всякие способы написаны Они их делают разными системами Одни вот такие вот с засовами Чтоб медведь своими лапами не смог ничего открыть И чаще всего их привлекает именно еда Медведю в целом неинтересно смотреть на ваш мусор Там обычно объедки еды Есть, например, в национальных парках Отдельная мусорка В которую вы засовываете руку Прям надо глубоко Куда медвежье не пролезет Там нужно нажать определенный рычажок Чтобы оно открылось Пока нас здесь не было Тут такой приличный снеговик построен Школьники здешней местности едут кататься по склонам О, ты посмотри, какие склоны Вышли жарить мясо Это тот самый гриль О котором предупреждал владелец дома Потому что вон там вот прям путь к ступенькам И оттуда кто угодно может прийти ночью Мишке, я чувствую, не составит никакого труда прийти И докушать то, что мы здесь жарили Я вооружился фонарем Сейчас надо пойти закрыть гараж Потому что и туда может зайти медведь Конечно, жить тут стрёмно, я думаю Раз-два выходишь с утра воздухом подышать А тут мишка Так, вот гараж Дичи не наблюдаю Ни снаружи, ни внутри Конечно, фонарь лупит нормально вдаль Может пойти снеговику, пипиську обрубить А мы ещё, знаешь, это основания деревянные А, вот подготовить Да-да-да А еду вот эту всю забыли Ага, всё Пожарили Забыл наушники в машине Выхожу На самом деле такая стрёмная штука Когда ты не знаешь, что в дебрях Особенно, когда дом такой большой, комплекс И непонятно, что за углом Перепарковываем тачки Я вон на Ford в 150 А сейчас местами надо поменять Траки я люблю, траки я люблю Так, как у них тут в Ford все работает Ох, завёлся красота Зелёная, зелёная брова Что же, друзья, сегодня мы осваиваемся А завтра уже пойдём покорять горы, местные города и всё прочее Поэтому я надеюсь, вам понравился этот влог Обязательно ставьте лайки Подписывайтесь на канал С вами был Данил Пай Всем пока-пока А, и с наступающим Новым Годом! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!